Нужно взять 2 охлажденных яйца. Почему охлажденных? Потому что когда белок охлажден, он лучше взбивается. Сначала 2 яйца. Отделили белки от желтков. И желтки растираем с 200 грамм сливочного масла. Размягченного, естественно, добавляя понемногу. Эта пасха не заварная, она, можно сказать, сливочная, потому что в нее добавляются взбитые сливки и взбитые белки для того, чтобы получалось воздушное. Поэтому можно совершенно спокойно брать нежирный творог. Главное, чтобы он был такой вот не, как тебе сказать, не мокрой консистенции. Видишь, он довольно сухой и однородный, то есть мне даже его не нужно протирать через сито. Посмотри, какой он уже весь совершенно гладенький. И 200 грамм мелкого сахара. Мелкого сахара или кудры. Потому что, как ты понимаешь, мы не будем тепловой обработке подвергать нашу пасху, поэтому сахар должен хорошо разойтись. Растирать нужно до бела. В принципе, конечно, можно воспользоваться для всего этого и миксером, но мне кажется, особенно при приготовлении пасхи, очень важно это делать руками. Так как мы все вместе мешаем, сахар, масло и желтки, то ничего не отбивается. Получается такая однородная кремовая масса. Практически сливочный крем. Ну вот минут через 10 такой активной трудовой деятельности у тебя должна получиться вот такая сильно посветлевшая кремовая масса. Тогда ты добавляешь сюда 200 грамм жирной сметаны. Или, если у тебя нет сметаны, тогда сливок. Но тоже очень жирных. Очень-очень. Таких, которые практически не бегут, а стоят. Ох, гениально, конечно, если есть домашние сливки. Это самое лучшее, самое вкусное будет. Так же вмешиваешь сюда эту сметану. После того, как добавлено сметану, я добавлю ванильную эссенцию. Можно добавить ванильный экстракт или еще лучше, конечно, если у тебя есть где-то палочка ванили. Тогда и красиво будет, да и аромат гораздо нежнее и интереснее. Несколько капель ванильной эссенции. И так как это эссенция, то тут очень важно не переборщить. Сюда же добавляю творог. Как я тебе сказала, творог у меня очень однородный. Поэтому он небольшой жирности, между прочим. По-моему, где-то 7%. Ты можешь использовать творог обезжиренный, если в каких-то даже диетических соображениях я тебе сказала. Потому что достаточно и так, и сливки, и сметана, и сливочное масло. Но в принципе ты можешь использовать такой творог, который тебе нравится, который тебе хочется. Масса должна быть совершенно однородной. В этом секрет хорошей пасхи. Когда ни одного комочка нет. Посмотри. Творога полкило нужно. То есть всего по 200 грамм. 200 грамм сливочного масла, 200 грамм сахара, 2 желтка, 200 грамм сметаны и полкило творога. Ну, как ты видишь, все пока очень просто, правда? Проще ничего быть не может. Просто нужно все как следует. Трудоемко. Ну, и времени, конечно, нужно запастись терпением. Вот хочу тебе показать. Мне и цвет нравится такой, кремовый. Так. Теперь добавляем сюда. Я добавлю большую горсть клюквы. Я не буду добавлять, как обычно традиционно я добавляю изюм. В данном случае изюм добавлять я не буду. Я добавлю клюкву, сушеные персики и сушеные груши. Естественно, и персики, и груши. Персики и груши нужно также мелко порезать, такими же, чтобы получились кусочки, примерно равные клюкве. Вот три пяленые грушки, три половинки груш. Груша, персик и клюква – это не совсем традиционное сочетание для Пасхи, но мне кажется, так как я такую Пасху готовлю первый раз в жизни, вот так, по такому рецепту, то есть захотелось какие-нибудь цукаты поинтересней. Вообще, Пасхи, конечно, много не съешь, но я, во всяком случае, много не съем. У меня есть такие домочадцы, которые могут съесть очень много Пасхи, которые очень ее любят и ждут этого воскресенья с большим нетерпением. Вот я специально сначала добавила сухофрукты, чтобы они немножко помягчили, вот в самом-самом начале процесса. А вот теперь мне нужно взбить белки. И белки, и сливки. Два белка, те, которые у нас остались. Ну, чтобы все быстрее происходило щепотку соли, небольшую, и небольшой венчик. Небольшим венчиком ты, как правило, тратишь меньше усилий для того, чтобы это все взбить. Когда белки хорошо охлаждены, не взбиваются довольно быстро и просто, главное, их тоже не перебить, и они должны стать сухими. Вот. Снежные вершины спят в отменочную. Так, теперь полстакана сливок, чуть больше половины, 120 грамм жирных сливок, если нет домашних сливок, у меня не было домашних сливок, это сливки 35%, те, которые подходят для взбивания. Сливки нужно взбить примерно до той же консистенции, до которой ты взбила белки. То есть не просто, чтобы они чуть-чуть загустели, а чтобы они стали довольно густыми. Кроме того, как ты видишь, появляются пузырьки, это кислород, воздух, который обогащает сливки, и они получаются воздушными, и, собственно говоря, после этого и Пасха наша будет такая же воздушная. Вот, посмотри, их тоже важно не перебить, потому что иначе они могут отдать воду. И так часто бывает, знаешь, как и с маслом, так, грубо говоря, свернуться. Поэтому вот вполне та ассистенция, которая меня устраивает. Очень густо. Я никаких загустителей не добавляю в сливки обычно, когда взбиваю, потому что мне кажется, что от этого вкус все-таки меняется, какие бы нейтральные загустители ни были. Но тем более, что сливки, те, которые предназначены для взбивания, они, как правило, уже продаются с каким-то загустителем в них. Вот, быстро и осторожно ввожу сливки. На этом этапе уже можно подключить какую-нибудь удобную лопатку. Масса совсем легкая такая получается. Но она должна получиться воздушной. Вот у меня дома очень любят, когда Пасха однородная и воздушная. Когда она совсем почти не напоминает то, что она сделана из творога. Но, кстати, в данном рецепте действительно трудно ее обвинить в том, что она сделана из творога. Здесь столько замечательных вкусных добавок, что творог уже просто, ну, один из ингредиентов. Нельзя сказать, что самое главное, правда? Ну, вот все аккуратно, видишь, вмешалось. Стало очень однородным. Мне очень нравится, какого она цвета. Теперь у меня вот такая моя тебе знакомая форма, которая меня всегда выручает. Я в ней уже много-много лет готовлю Пасху. Если у тебя такой формы нет, то подойдет какая-нибудь форма, в которой можно сделать вот такое отверстие, чтобы лишняя вода, которая все равно, как бы хорошо не был отжат у тебя творог, вода будет стекать из Пасхи. Нужно взять марлю. Вот такая у меня тоже моя пасхальная марля. Выложить ею форму, ну, и потом переложить в форму. Ой, ой. Так, осторожно. Ну, вот, видишь, мои продукты рассчитаны точно на мою форму. Ты можешь, конечно, либо уменьшить, либо увеличить объем. Так. Теперь вот так вот, край на край, нужно концы перебросить так, чтобы они обязательно свисали, потому что вода по этим кончикам марли тоже будет собираться и спускаться. Поэтому вот так, крест-накрест, чтобы все стекало. Ну, естественно, сверху нужно придавить каким-нибудь грузом. Я обычно использую свою ступку с пестиком или какую-нибудь банку тяжелую. Да, и что касается самой формы, то лучше ее поставить в какую-нибудь, вот такую, может быть, чтобы она хорошо держалась и ее, чтобы не заносила влево-вправо. Все возможно. Ну, и потом ее можно отправить в холодное место. Можно поставить в холодильник, но если есть погреб, гениально, лучше все поставить в погреб. У меня ступка с пестиком очень тяжелая. Ну, вот так, собственно говоря. И она и ставится в какое-нибудь место, где она будет стекать. Посмотрим мы на нее через сутки. Спасибо. 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 Спасибо.